Добрый день, в эфире Ян Арт и 1001 секунды об экономике. Главной темой последних двух недель стал водопад сообщений о компаниях, которые закрывают или приостанавливают свою работу в России. Об этом заявили Bridge, Petroleum, Shell, ExxonMobil, General Electric, Caterpillar, Visa, Mastercard, American Express, Google Pay, PayPal, криптобиржа Binance, Harley-Davidson, Audi, Porsche, Jaguar, General Motors, Volkswagen, Skoda, BMW, Volvo, Ford, Scania, Honda, Mazda, Hyundai, Seat, Lamborghini, Bentley, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus, Boeing, Aerobus, FedEx, DGL, Apple, Dell, Intel, Nokia, Siemens, Ericsson, Hewlett-Packard, Panasonic, Canon, IBM, Oracle, Microsoft, Adobe, Apple, System, Nike, Marks & Spencer, Yves Saint Laurent, Levi's, Puma, Prado, Swarovski, Cartier, Rolex, L'Oreal, Lancome, Estee Lauder, Booking.com, Amazon, McDonald's, Starbucks, KFC, Pizza Hut, Johnny Walker, что особенно жалко, Смирнов, Chivas, Riggle, Absolute, Carlsberg, Valio, Coca-Cola, Bonacqua, Merinda, Lipton, Aqua Minerale, Hennigan, Jack Daniels, опять же очень жалко, Tableron, Lego, Ikea, Domestos, Kamei, Procter & Gamble, Adidas, McKinsey и Pricewaterhouse. Правда, в последних двух случаях многие сочтут, что от этого российской экономики только польза. В этом длинном списке уходящих из России компаний особенно оригинально смотрятся такие бренды, как «Моя семья», «Добрый», «Любимый», «Я», «Фруктовый сад», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Агуша», «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг» и, наконец, «Русский дар». Этот перечень вызывает у россиянина легкую задумчивость. А мы сами-то хоть что-нибудь делали? Впрочем, ответ известен из старой песни «Зато мы делаем ракеты», о чем Западу напомнил в эти дни Роскосмос, заявив об отказе поставлять в США ракетные двигатели. В свою очередь, некоторые мировые корпорации даже решили создать пятую колонну в российском обществе. Например, компания Sony, которая лишила российских детей счастливого детства, остановив поставки консолей игр PlayStation в Россию. В общем, и тут, почти как в старой песне, в эту ночь решили самураи прекратить поставки для игры. Полный список ушедших компаний опубликован на портале сравни.ру, который, впрочем, с такими темпами сокращения товаров и услуг в стране, придется, вероятно, переименовать из сравни.ру в выбора.нет. И в страхе бежал разбитый буржуин, проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и неразгаданной военной тайной. Правда, в дружном хоре уходящих заметны в основном компании, в выручке которых российский рынок занимал не слишком значимое место. Из тех корпораций, в которых Россия дает заметную долю в финансовом потоке, об уходе заявили только IKEA и British American Tobacco. Более 7% выручки этих компаний формировалось в России. Компания вроде Renault, почти 9% выручки получает в России, или Ashan, более 11% выручки получает в России. Об уходе не говорили, по крайней мере, пока. А компания Leroy Merlin, получающая в России более 18% своих доходов, даже заявила о намерении нарастить объемы работы в стране. Словом, между заявлениями об уходе и размером получаемой выручки пока просматривается прямая связь. Уходим. Конечно. А деньги? Остаемся. Россияне прореагировали на уход западных корпораций по-разному, но довольно предсказуемо. Макдональдс это вредно, кому нужны ваши Бентли, когда есть Жигули и скатертью дорога. А вместо роликсов у нас есть часовой завод Слава, который мы, правда, недавно снесли до основания, чтобы затем выстроить здесь очередной элитный жилой комплекс. Но ничего, остаются еще песочные часы. Так что, пожалуй, только заявление об уходе с российского рынка мирового производителя презерватива в «Дюрекс» вызвало оживление в склонном в трудные времена к юмору русском народе. Сразу появился мем, что уходя, компания «Дюрекс» выпустила короткий релиз «Трахайтесь, как хотите». Однако юмор юмором, а уже отметили серьезную проблему – резкий рост цен на контрацепцию. Как сообщают некоторые из СМИ, безопасный секс начал стремительно дорожать. Как прикидывают эксперты, минимум до 100 рублей за одно соитие. А если представить, что это любовное свидание где-нибудь в центре Москвы, то с учетом стоимости парковки – кстати, парковочные компании нас не бросили в это трудное время. Цена любви составит от 600 до 1000 рублей, в зависимости, так сказать, от темпа вальца. Но вот на что юмора россиян не хватило, и что вызвало искренний гнев всего прогрессивного населения, так это удар со стороны Международной Федерации Кошек, которая запретила участвовать в кошачьих выставках «Животном из России». «Животном из России» имеется в виду кошкам, а не попавшим под санкции депутаты Госдумы. Что же я не понимаю, что ли? Кот – другое дело. Слоны – животные полезные. Вот эти кошачьи санкции вызвали настоящее негодование общественности. А наиболее внимательные к новостям сограждане подивились еще и тому, что знаменитый Тургеневский дуб исключили из конкурса «Европейское дерево года». Хотя в справедливости ради надо отметить, что это логично, потому что каждый образованный европейец знает, что российский кот днем и ночью использует золотую цепь, которая на дубе том. Так что логика наличествует. Одновременно с «Бизнесом и кошками» с Россией перестали сотрудничать спортивные федерации и источники пищи духовной. «Евровидение», «Каннский фестиваль», «Олдисней», «Орнер Бразерс», «Нетфликс», «Би-Би-Си Студиос», «Амазон Прайм Видео» и даже «Миланская ла скала», «Лондонский Ковингарден», «Мюнхенский филармонический оркестр» и «Метрополитен опера». «Идите в сад». «Вы там будете петь?» «Вы там будете слушать». Кстати, о котах. На родине самого знаменитого кота в мире, чеширского кота, тоже тревожно. Рабочие нефтеперерабатывающего завода в британском графстве Чешир отказались разгружать российскую нефть. И в целом за последнее время тема санкций плавно перетекла в тему, обозначаемую словечком почти забытым с 80-х годов – эмбарго. Президент США Джозеф Байден ввел запрет на покупку нефти и других энергоносителей у России. В Европе говорят о возможности заметно снизить зависимость от российских нефти и газа в течение года. Понятно, что в ответ в России эксперты предрекают в Европе бешеный рост цены на газ и усиление инфляции. Но все эти заявления больше пока похожи на взаимные пугалки друг друга. Традиционно к этому добавляют, что Запад может найти заместителя России по части нефти в лице Ирана, с которым можно опять вернуться к теме ядерной сделки и снять санкции. Но тут, по странному совпадению, на территории Ирака разрывается выпущенная со стороны Ирана ракета, а ответственность за обстрел берет на себя корпус стражей исламской революции, который теперь можно назвать корпусом стражей исламской революции и российских нефтяных интересов. Впрочем, ни на Тегеране одном нефть клином сошлась. Отказываясь от российского сырья, Запад рассчитывает на газ и нефть из стран залива и Норвегии, на катарский и кипрско-израильский газовые проекты. И, как удачно совпало, выяснилось, что Саудовская Аравия готова влиться в дружную семью не только поставщиков нефти, но и газа. В Аравии заявили недавно об открытии новых газовых месторождений. Впрочем, не будем углубляться в дебри мировых нефтяных и газовых раскладов. А то... Меня опять терзают смутные сомнения. Коль скоро Запад бодро рапортует, что найдет России замену по части поставок нефти и газа, то и в России еще более бодро говорят, что обойдутся без Запада. Будем дружить с Китаем. Общий лозунг диванных антизападных политологов, доморощенных экспертов и нештатных советников правительства из числа патриотично настроенных комментаторов в соцсетях. Эту же мысль в самые первые дни конфликта высказал экс-вице-премьер, экс-президент, экс-премьер-министр, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Продадим нефть и газ в Китай. Дело в то. Но тут выясняется, что Китай поступил с российской танкерной нефтью примерно так же, как несколькими месяцами ранее с российской сырой рыбой. Отказался от поставок на некоторое время. Чем заканчиваются такие игры, хорошо известно всем, кто более-менее внимательно следил за газовой сделкой с Поднебесной. В конце концов Китай соглашается взять российское сырье, но по серьезно заниженным ценам. Тогда да, тогда старый лозунг работает, только звучит он, как мне кажется, теперь так. Русские с китайцем братья навек, если в два раза уменьшится чек. Но несмотря на трудности, а они у нас в стране исторически бывают только временными, тема на Китай, даешь дружбу с Китаем и нам поможет Китай, громка и крепка, как никогда. И многие СМИ и блогеры охотно развивают тему, как будет здорово, богато и выгодно сотрудничать с Китаем. Кто же бы все рассказал про цыгана? Наш даракон. Умирать не собирается? Нет. Но в конце концов до великого мега-гига сотрудничества с Китаем далеко, как и до Китая. А для России все же более актуальным остается вопрос замещения уходящих иностранных компаний. Передовая общественность в лице наиболее эмоциональных российских политиков и активистов из числа отряда верных ленинцев-пенсионеров провожает вереницу иностранных компаний под общим лозунгом без вас обойдемся. При этом, разумеется, не принимают своего внимания ни более миллиона рабочих мест, которые открыли для россиян эти компании, ни цепочку российских поставщиков, которые обеспечивали эти компании, например, те же Макдональдс и Икеа, ни кафе, в который ходили сотрудники этой компании, ни уборщицы, которые убирали офисы этой компании, ни магазины, в которых работники что-то покупали, ни заказы этих компаний, на которых держалась отрасль рекламы и СМИ и так далее и тому подобное. Почему все это, не принимая своего внимания, понятно, эмоциональный угар. Кстати, многие уходящие компании поступили весьма благородно, продолжая платить зарплаты российским сотрудникам, несмотря на остановку работы. Например, так поступил Макдональдс. Но, коль угар, так угар. Давайте попробуем преподнести эту новость по-другому. Макдональдс будет платить сотрудникам зарплату? Все ясно. Они хотят, чтобы эти люди своими деньгами, а значит, покупками усилили наступающий дефицит продуктов и товаров и инфляцию в стране. Это заговор. Макдональдс вообще стал главной темой звереницы уходящих компаний. О нем высказался даже столичный мэр Сергей Собянин. Собянин заявил, что свято место пусто не бывает, и что родные отечественные предприниматели быстро, буквально за год, заменят собой 250 ресторанов Макдональдса в Москве. Им на это благородное дело выделят даже льготные кредиты на сумму 500 миллионов рублей. Это примерно по 2 миллиона на ресторан или четверть средней московской однокомнатной квартиры. Немного напоминает Хазановская, и он ушел, напоследок попросив у жены трешку на подкуп президента. В общем, глядим в будущее бодро, а с учетом того, что вредные гамбургеры Макдональдса стали притчей во языцах во всем мире, остается только ждать, чтобы и какой-нибудь штат Массачусетс обратился с просьбой о санкциях, из-за которых уйдет Макдональдс. Но бодрое заявление мэра вызывает вопросы. Вопрос первый. Насколько готовы именно сейчас российские предприниматели брать кредит? Предполагая, что в будущем что? Подъем доходов населения? Или придут в рестораны сотрудники тех отечественных компаний, которые заменят, например, Apple, Volkswagen, IKEA и так далее? Кто будет составлять бизнес-план работы ресторанов, нанеся в него предположение, что вместо клерков из центра «Мерседес» к нему зайдут на перекусон сотрудники ВАЗа, а вместо менеджеров «Икеа» плотники «Шатура мебель». Вопрос второй. 250 московских ресторанов Макдональдс. Они что, разом в Москве появились? Нет, вроде бы был сначала один ресторан, причем долго, потом два, потом стало 10, 50, 100 и так далее. Тогда кто же именно мешал российским предпринимателям занимать те точки, которые когда-то вовсе не были заняты Макдональдсом? Где пресловутый проект русского фастфуда, о котором 7 лет назад громко заявили Никита Михалков и Андрон Кончаловский? Помнится, только для начала обещали 41 кафе и 91 кулинарию. Помнится также, что тогда президент поручил изучить проект вице-премьеру Аркадию Дворковичу. А кому еще в правительстве поручать курировать проект русского фастфуда? С тех пор уже давно нет ни фастфуда, ни Дворковича. Но вернемся к некошерному Макдональдсу. Вопрос третий. Если сейчас в экономическом кризисе российские рестораторы за год заполнят 250 точек, то почему в последние годы, вроде бы без кризиса, в Москве закрылось такое количество кафе и ресторанов? Только в шаговой доступности от моего офиса закрылись черная кошка, кишмиш, бундок и шотландская клетка. Может быть стоимость парковки в Москве причина закрытия многих точек и общепита и торговли? Может и без ухода Макдональдса в городах России огромное количество надписей продается или сдается в аренду? Почему никто не предлагал льготный кредит, чтобы здесь закипела жизнь, открылись бизнесы, появились рабочие места? Впрочем, все вопросы риторические. Ясно, что раньше желание кормить людей и браться за дело отбивал вид золотых арок. Но теперь-то дело пойдет, раз уж есть четкий месседж от власти. А ну канай отсюда! Точно, канай. И пусть канается отсюда. Так бы и сказал. И как-то негромко на фоне массового хлопания дверями заявила о своем уходе с рынка компания такси Ситимобил. И эти пусть канают, может вскинуться по инерции Патриот Фасфудник. Но тут стоп, небольшое уточнение. Ситимобил, закрывающая свой сервис такси, это чисто российская компания. Казалось бы, зачем уходите? Сейчас самое время. Убер всякие исчезнут, накупим Жигулей и вперед. Однако ж, гляди-ка, уходят. Может быть, недобросовестная конкуренция помешала заботливо поинтересуясь россиянин. Не дают сатрапы-бюрократы пробиться независимому российскому бизнесу. Но вот до кука учредители Ситимобил, Сбербанк и группа ВКонтакте. В общем, перефразируя Портоса, ухожу, потому что ухожу. Все побежали. И я побежал. Естественно, что массовый уход иностранных компаний из России вызвал к жизни не только эмоциональные реакции, но и варианты контр-действий. В стране заговорили о национализации имущества этих компаний, тем паче, что блокировка активов российского Центробанка на Западе создала прецедент действий, не слишком соотносимых с законной защитой собственности. Еще один вариант замещения уже обсуждают на уровне законопроекта. Разрешить россиянам контрафакты, пиратские копии в сфере компьютерных продуктов и сервисов. Вице-премьер Андрей Белоусов предложил три варианта действий иностранным компаниям. Первый. Добрый. Остаться и работать в прежнем режиме. Второй. Деловой. Передать управление компанией местным партнерам. Третий. Недобрый. Уходящих будем банкротить. Генпрокуратура уже заявила о намерении проверять уходящие из России компании на предмет преднамеренного банкротства. А это по российским, да и не только по российским законам, уголовное преступление. В общем, ясно одно. Эта тема принесет еще много проблем, неясностей, коллизий и, конечно же, негативных эмоций, которые надолго отразятся на экономической жизни страны. И что говорит? Ясно, чего подлец говорит. Псих ненормальный. Врун несчастный. И чего хочет? Ясно, чего. Чтоб не бросал. Логично. Впрочем, главная экономическая тема для россиян сегодня – что происходит с деньгами. Не запретят ли доллары? Можно ли будет обналичить валюту? Не превратятся ли ограничения по объему в полный запрет? Не заморозят ли вклады? Не рухнут ли банки? Откроется ли когда-нибудь толком биржа? Вот вопросы, которые сегодня бурно обсуждаются и каждый день приносят новые вводные. Что до запрета долларов, то тут, похоже, российские власти упредил президент США Джозеф Байден, который запретил поставлять наличные долларовые банкноты в Россию. Чем вызвал небывалый для россиян интерес к юаню, который среднестатистический россиян сроду в глаза не видел, но точно знает, что это будущее. А тут еще пошли разговоры о возможном дефолте в России. Например, дефолте АФЗ. И, судя по сообщениям СМИ, предрекаю дефолт АФЗ я, о чем я сам узнал от зрителей нашего канала Финверсия. Залез в поисковик. Хм, действительно, Янард прогнозирует паршивец такой, судя по публикациям. Дефолт АФЗ. На самом деле история такова. Как вы полагаете, в случае дефолта по АФЗ, какими могут быть последствия, спрашивает СМИ? Мне кажется, что если все же будет вариант с дефолтом АФЗ, то последствия могут быть такими-то и сякими-то, отвечает Янард. Через день в совсем других СМИ появляется заголовок. Янард прогнозирует дефолт по АФЗ. Представил себе дальше, ну, чисто гипотетически. Ян, как вы думаете, что будет, если жители России массово далее диарея? Думаю, повысится спрос на туалетную бумагу, некоторые лекарства. Многие не смогут выйти на работу, отвечает Янард. Через день в заголовке. Янард считает, что Россия обосрется. И мелким шрифтом. Янард утверждает, что Россию ждет дефицит туалетной бумаги, перебои с лекарствами и массовый отказ от работы. А ты часом не демократ? Чур меня! Господь с тобой, князь! На этом сегодня все. Ждем ваши комментарии и темы. Ссылки на другие выпуски проекта «Тысяча и одна секунда об экономике» в описании под этим видео. В сегодняшнем мире мы не уверены, что завтра наш канал не будет заблокирован. Либо в России, либо, наоборот, за ее пределами. Поэтому напоминаю все каналы «Финверсия», на которые вы можете сегодня подписаться. Канал «Тысяча и одна секунда об экономике» на платформе YouTube. Канал «Финверсия» на платформе Telegram. Канал «Финверсия» на платформе Яндекс.Зен. Мой личный аккаунт на YouTube. Моя страница ВКонтакте. Ссылки на все эти ресурсы в описании под этим видео. И еще. Как бы странно и страшно не поворачивалась наша жизнь, как бы мы не испытывали бессилия и ярость заложников, зажатых жерновами чьих-то решений, мнений и запретов, пусть с нами до самого отчаянного мига остается предисловие из замечательной книги «Тим Таллер» или «Проданный смех». Что ж, по рукам король, но право верь. Смех означает «человек не зверь». Так человек природой награжден. Когда смешно, смеяться может он. Так что до новых встреч. Но это не точно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова